Страницы в Фейсбуке лидера блока «Победа» Илона Шора, независимого депутата Марины Таубер, лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу, а также Башкана Гагаузи и Евгений Гуцул были заблокированы компанией Мета. Доступ к ним невозможен. Представители службы информации и безопасности сообщили прессе, что еще с 2023 года они информировали компанию, управляющую социальной сетью Facebook, о том, что аккаунты используются для распространения дезинформации и пропаганды в интересах России. По данным СИП, информация касалась списка анонимных страниц, которые продвигали рекламу, оплаченную незаконными средствами, особенно во время всеобщих местных выборов 2023 года. В то же время СИП не привел никаких конкретных аргументов, какого рода была эта дезинформация, а также не предоставил доказательств, подтверждающих свои подозрения относительно происхождения денег. Уточним, что до сих пор ни одна правовая госструктура не представила никаких доказательств об источнике финансирования, высказываясь в публичном пространстве лишь с обвинениями и подозрениями. «На просьбу прокомментировать действия компании МЕТА, лидер партии Шанс Алексей Лунгу сообщил нам, что это грубое нарушение права на выражение мнения, цензура на национальном и международном уровне. Меня никогда не предупреждали о том, что я нарушил какие-либо правила компании МЕТА. Борьба с оппозицией выходит за всякие рамки», – сказал Лунгу. Мы также обратились за комментариями к независимому депутату Марине Таубер, но пока не получили ответа. Ни Илон Шор, ни Евгения Гуцул пока никак не прокомментировали произошедшее. Адвокат политиков сообщил нам, что действия службы информации и безопасности представляют собой не что иное, как борьбу с политическими оппонентами. «Здесь не больше, не меньше, а лишь борьба с политическими оппонентами, с оппозицией, чтобы таким образом народ, жители Республики Молдова, не смогли узнать о некоторых вещах, которые творятся внутри правящей партии. Мы очень хорошо знаем, что СИБ работает на нынешнюю власть. Мы прекрасно знаем, как составляются информационные уведомления. Нет ничего удивительного. Мы изучим этот вопрос и, конечно, решим, как противодействовать подобному». Политик Илон Шор неоднократно заявлял, что деньги, которые он использует в различных политических проектах, имеют законное происхождение. Ранее представители Блока Победы неоднократно говорили о политическом давлении, которое выражается в возбуждении уголовных дел на активистов, в арестах и обысках, снятии кандидатов с выборов.